Итак, парни, всем привет! И сейчас немного спойлера. Скорее всего, что следующее видео будет о моей трансформации за 2 месяца, то есть за 60 дней, когда я набрал практически 5 килограмм довольно-таки сухой мышечной массы. И сегодня в этом видео как раз-таки хочу поговорить более детально о моей программе тренировок, которая преследовала меня на протяжении этих 60 дней. И также о моих тренировочных принципах, которые в последнее время довольно-таки сильно изменились и которых я как раз-таки в последнее время и придерживаюсь. Руки базуки. Да, друзья, из-за того, что сегодня снова эти 5 на 5 придется закрепить эти страховочные штуки, потому что если я упаду со штангой, то скорее всего это будет конец моей карьеры и конец этому зданию, потому что скорее всего, что я просто обрываюсь у них. Парни, вроде нормально. Как же я люблю эти наколенники. Я смело могу сказать, что сейчас они в среднем дают, наверное, килограмм 5 к моему приседу, потому что раньше я приседал на коленниках, которые совсем не фиксировали мой сустав и они были очень большие на меня. И у меня эти S-ки, они довольно-таки туго налазят, минут 5, наверное, надевают, но все же парни, которые пауэрлифтеры, они говорят мне, что нужно взять еще меньше для меня, потому что мой сустав не настолько большой и можно взять даже XS, который будет давать еще большую прибавку, но если честно, не знаю, как я их буду надевать. Так что, Тёма, я знаю, что ты смотришь это видео, я видел, кстати, сегодня твой рекорд, не знаю, сколько там было, 190 вроде на два раза, это было жестко, пытаюсь сейчас ставить это видео. И ты мне, по-моему, говорил, да, что нужно XS взять, поэтому я пока еще не решаюсь, нужно ли брать поменьше на коленнике, напиши. Я все еще не могу не нарадоваться моей новой технике в приседаниях, потому что в последнее время присед довольно-таки неплохо заходит, я начал ставить шире ноги, я также начал ложить гриф снова пониже. И при этом, когда я беру руки, я стараюсь отверстить локти не под себя, как я делал раньше, а назад, и таким образом мои суставы также не так сильно окружаются теперь, и все движение чувствуется максимально комфортно и максимально слаженно сейчас. За последнее время я практически в 100 ставку поставил на периодизацию, на чередование тяжелых тренировок и также на тренировки на памп, на силовую выносливость. Большую часть времени я чередую все по неделям, то есть у меня идет сначала неделя тяжелая, когда я работаю в подходах 5 на 5, либо же 3 на 8, и следующая неделя, скорее всего, идет легкая. То есть я делаю памп, либо же как в последнее время, когда я тренируюсь с Богданом, мы делаем жесткие суперсеты, иногда даже 3 сеты, которые просто убивают меня, но при этом они максимально строят мою технику, то есть в разных упражнениях, и при этом задействуют те мышечные группы и те мышечные волокна, которые не пробиваются на очень сильно базовых упражнениях. Как вы видите, парни, тут у меня было 2 недели подряд на гипертрофию, то есть никаких тренировок на силу, и дальше идут все тренировки у меня на силу, сейчас примерно на 10 неделе, и то есть дальше все так же, еще получается, будет 4 недели, и все 4 недели будут именно направлены на силу. И сегодня как раз-таки одна из тех тренировок, когда я делаю свои 5 на 5. И думаю, вы помните, что на прошлой тренировке ног, это было где-то 5 дней назад, у меня было также 5 на 5, 125 килограмм, и сегодня попробую взять 130 килограмм. Субтитры сделал DimaTorzok Спустя примерно 8, даже 10 минут, я немного отдохнул, остановился в дыхании, мышцы по-прежнему не восстановлены, но уже второй подход, и сейчас делаем опять же те же 5 в тренировке. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, сегодня уже второй раз пересматривал тот влог Давида Лайда, где он делает свой домашний зал, и он показывал свою скамью рок, и я, если честно, сейчас очень сильно замотивировался купить сюда также на офис хорошую скамью, потому что это, как я уже показывал, вам совсем не годится. Хочу взять какую-то широкую скамью, которая будет максимально удобная для жима, для того, чтобы сводить лопатки, и также, чтобы она была довольно-таки высокой, для того, чтобы помогать ногами и делать максимальные веса тут на офисе, и уже не ездить в какие-то другие залы. И, кстати, друзья, в последнее время все влоги Давида Лайда и также Дилана Маккенны смотрю на переводе на русском именно на этом канале, потому что Вожж уже, в принципе, перестал переводить, поэтому ссылки оставлю внизу, и замотивируйтесь этими американскими парнями. Я думаю, что, в принципе, как обычно, 1W нас прослантирует, я куплю, наконец, сюда четкую лавку. Итак, финальный, последний, пятый подход на 5 повторений, сейчас будет решаться судьба моей следующей тренировки, потому что, если сейчас не приседал до 130 кг, себе 5 подходов по 5 раз, то на следующей тренировке я не возьму больше. Шучу, даже если я сейчас не сделаю эти 5 на 5 130 кг полностью все 5 подходов на 5 раз, я все равно на следующей тренировке возьму 135 кг, зная себя, я сделаю их 5 на 5, потому что я максимально загружусь судлеводами, максимально хорошо посплю и просто сделаю это дерьмо, поэтому сейчас не важно. Сейчас просто сделаю последний пятый подход, 130 кг, и к вам вернусь еще, парни. Таким образом, через неделю я тренировался больше месяца, то есть череду я силовую и легкую неделю. Но сейчас, в последнее время, я две недели тренировался в легком стиле, то есть на памп постоянно, для того, чтобы дать своей нервной системе максимально восстановиться и максимально отдохнуть перед тем, как я подойду к своим силовым тренировкам, то есть 5 на 5 я сейчас начал делать буквально уже третью неделю. И пока что на каждой тренировке будет приседивая жим гантелей. Мне удается довольно-таки неплохо увеличать свои рабочие веса, и на приседе у меня сейчас шаг в среднем 5 кг, и на жиме гантелей в среднем по 2 кг на гантели, и в принципе пока что моя нервная система довольно-таки хорошо справляется, из-за того, что она хорошо отдохнувшая. Так, ребят, это был мой самый обычный сплит, и он остается в принципе сейчас, то есть 6 тренировок в неделю и 1 день отдыха. И также на каждой тренировке, в конце каждой тренировки я добавлял либо плечи в конце, либо же руки. Просто чисто на памп, например, тут плечи, и так я мог добавить в любой же день плечи, либо руки. Субтитры сделал DimaTorzok